В середине августа наступает пик цветения лотосов. В Волгоградской области ими можно полюбоваться в Волго-Ахтубинской пойме рядом с поселком Лебяжья Поляна. На озере лотосов побывала наша съемочная группа. Слово Екатерине Караваевой. Цветок лотоса живет всего три дня. Через три дня он осыпется. Посмотрите, окрашен он неравномерно. Сверху лепестки более темные, снизу более светлые. Поэтому по мере раскрывания он меняет окраску. Такая хрупкая красота радует волгоградцев с 2007 года. Именно тогда цветки были высажены местным жителям на берегу небольшого озера. Эти растения лучше всего приживаются на мелководье. Сначала лотосов было всего несколько, но со временем они разрослись в целую локацию. Как говорят специалисты, длиной около 100 метров. Кстати, озеро в Среднеохтубинском районе – это единственное место в Волгоградской области, где растут лотосы. А вообще их можно встретить и на Дальнем Востоке, и в Астраханской области, но больше всего они распространены в странах Азии. Но и наш непростой климат хрупкий цветок переносит на удивление стойко. Это растение корневищное, размножается корневищами и зимуют корневища. Плоды и орешки тоже зимуют, причем достаточно долго. Причем выдерживает промерзание, и даже если уровень воды падает, небольшое промерзание выдерживает. А еще лотос всегда поворачивается цветком к солнцу. Не зря в восточной культуре он считается священным растением, символом мудрости, духовного возрождения и процветания. Кроме того, у этих цветов есть еще одна интересная особенность. Поверхность листьев лотосов покрыта толстым слоем воска, поэтому вода здесь скатывается в виде ртутных шариков. К сожалению, многие отдыхающие не ценят хрупкую красоту лотосов. Пару лет назад рядом с озером обустроили беседки, лавочки, однако сейчас от них остались лишь доски. Те, кто приезжает на берег озера, зачастую пытаются сорвать цветки и вытаптывают прибрежную зону. Данное растение занесено в Красную книгу Российской Федерации. Хоть оно для нашей области не характерно, все равно эта популяция уникальная. За ней наблюдают. Рвать цветки нежелательно, потому что этот цветок не живет долго и просто будет убитое растение. Кроме того, в растении содержится так называемый сердечный яд. На популяцию лотосов приезжают полюбоваться туристы со всей Волгоградской области. Сезон цветения завершается в начале сентября. И во многом от отношения людей зависит то, в каком виде сохранятся эти уникальные растения. Екатерина Краваева, Олег Журавский, телекомпания Ахтова.